Переводить российские пенсии за рубеж стало труднее. В Минэкономразвитии подтвердили, что есть проблемы на фоне санкций. Ведомство предлагает два варианта получить деньги, либо на территории России, либо за рубежом. Но только переводом в рублях на рублевый же счет в иностранном банке. Это экономика главная. В студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Пошлины вообще на все. Как выяснил коммерсант, правительство собирается ввести экспортные пошлины на все товары, которые еще ими не обложены. Ставку привяжут не только к стоимости товара, но и к курсу доллара. Меру могут ввести уже до конца этого года. По данным газеты, Минфен и Минэкономики работают над тем, чтобы это произошло 1 октября. Известно, что пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Также из-под них выведут продукцию машиностроения. Это оборудование, различные летательные аппараты, оптические инструменты, оружие и боеприпасы. Под пошлины попадут. Крупнейшие статьи российского ненефтегазового сырьевого экспорта – металлы, уголь и удобрения. Эксперты считают, что компании из этих отраслей могут потерять до 30% экспортной маржи. Здесь важно помнить несколько вещей. Первое – это то, что цены на сырьевые товары, предмет российского экспорта, а у нас все-таки сырье в основном экспортируется, они крайне нестабильны. И если в одних условиях можно существенно, существенные отваложенные ставки ввести и получать таким образом большие исполнительные доходы, то в других условиях при низких ценах на сырье эти ставки должны быть нулевыми. Вот, например, если взять сталь, как стальный отрасль, как не так сильно обложенный налогами, как нефтянка, например, то у стали при цене, например, 120-1200 долларов за тонну, получается, что очень большая маржа образуется, как было, например, в 2008 году, и там действительно есть, что взять правительству. При низких ценах на сталь, например, при 300 долларов за тонну, маржа очень маленькая, и, по сути, никакой дополнительной налоговой нагрузки отрасль на себе уже нести не сможет. Действовать мера предположительно будет до конца 2024 года. При курсе 80-85 рублей за доллар пошлина составит 4% от стоимости товара. При курсе 85-90 – 4,5%, 90-95 – 5,5% и выше 95 рублей за доллар – 7%. Любопытная деталь, что в данном случае введение пошлин – это не способ пополнения бюджета. Как отмечают эксперты, это попытка правительства снизить инфляционный импульс в экономике за счет сокращения внутренних цен на экспортируемые товары. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе привело к снижению стоимости евробондов Армении и Азербайджана на мировом рынке. Однако оно было не сильным и кратковременным. Так, еврооблигации Армении с погашением в 2025 и в 2029 году 19 сентября потеряли около 1,5%. Валютный госдолг Азербайджана потерял меньше процента. Как отмечают эксперты, опрошенные РБК, покупатели данных еврооблигаций не склонны к эмоциональным распродажам и больше реагируют на экономическую ситуацию внутри каждой страны. Поэтому ликвидность в этих бумагах не так высока. Их держат в долгую. Однако дальнейшее обострение ситуации, если оно обернется экономическим или политическим кризисом для стран-участниц конфликта, вполне может снизить цены на бумаги. Молодой картофель в России подешевел за месяц почти на 30%. Об этом сегодня пишут ведомости. Стоимость килограмма корнеплода нового урожая на конец августа составила 19 рублей, свидетельствуют данные мониторинга Картофельного Союза. Годом ранее цена была на уровне 36 рублей за килограмм. Причина в рекордном урожае. По данным Росстата, на 1 сентября российские аграрии собрали 5,5 миллионов тонн продукции, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Профицит картофеля наблюдается почти по всей стране, за исключением Дальнего Востока. Там из-за сложности с погодой собрали на 21% меньше картошки, чем в прошлом году. В этой связи аграрии сталкиваются с дефицитом хранилищ для овоща. Представители крупных торговых сетей рассказали изданию, что картофель дешевеет не только оптом, но и в розницу. Так, в Центральном регионе стоимость молодого картофеля в торговых сетях снижена в среднем на 15-25%. А вот развлечения в России продолжают дорожать. Крупнейшие билетные агрегаторы фиксируют рост цен с начала года. Причем сильнее всего в театральном сегменте, пишут ведомости. Так, по данным Яндекс.Афиши, в среднем по России билеты подорожали на 11% и теперь стоят от 2075 рублей. По оценке МТС Лайфи и Тикет Лэнд, в Москве средняя цена билетов в театр выросла на 5%, а в регионах на 6%. Что касается музыкальных концертов, согласно данным Яндекс.Афиши, рост цен на билеты тоже есть, но меньше, чем у театров на 9,5%. Впрочем, по оценке МТС Лайфи и Тикет Лэнд, в январе-августе 2023 цена билета на концерт осталась стабильной относительно прошлого года. Ну а вот сходить на стендап-концерт стало дешевле, как подсчитали в Яндекс.Афиши, на процент. Мелочи приятны. При этом все участники рынка, опрошенные ведомостями, отмечают, что цены на развлекательные мероприятия в прошлом году тоже росли. Причем, если билеты в театр всего на 4,5%, то вот на те же самые стендап-концерты сразу на 32%. В целом, оборот отрасли афишных исполнительских мероприятий за 2023 вырос на 19% к 2021 году. Причин роста цен несколько. Во-первых, это удорожание оборудования и его логистики. Ну а во-вторых, сокращение количества популярных артистов в стране. Спрос на оставшихся растет. Ну и влияние инфляции тоже никто не отменял. По данным Росстата, в августе инфляция в годовом выражении составила 5,15%. По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам года достигнет 6-7%. Ставка работает. Промышленность в сентябре резко замедлила повышение отпускных цен, показал опрос Института Гайдара. Результаты регулирования анкетирования промышленников выявили существенное снижение баланса оценок фактических изменений цен. С плюс 24 до плюс 10 пунктов. Показатель представляет собой разницу между теми, кто указал на рост цен и теми, кто указал на снижение. Исследователи назвали это первым успехом Центробанка в борьбе с инфляцией. Но вот сам регулятор пока поводов для оптимизма не видит. Он тоже отслеживает изменения отпускных цен предприятий на основе опросов. И его результаты существенно отличаются. Как показал сентябрьский мониторинг, рост цен на продукции и услуги предприятий ускорился. Индекс баланса текущих оценок цен вырос до почти 21 пункта, а вот в августовском докладе было 15,5. При этом в качестве причины изменения цен большинство предприятий указали именно курс рубля. Такое несовпадение объяснимо более широкой выборкой в исследованиях Центробанка. В отличие от опросов Института Гайдара, в мониторинге регулятора участвуют не только предприятия промышленности, но и других видов экономической деятельности, включая торговлю, услуги и транспорт. Отличается и численность выборки. В анкетировании для Института участвует около 1 тысячи промышленных компаний. О вопросах Банка России около 14 тысяч предприятий из разных отраслей. Правительство России утвердило перечень стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли дружественные и нейтральные страны, включая Китай, Индию, Турцию, Сербию, Арабские Эмираты, Иран, ЮАР, Киргизию и Беларусь. Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона об организованных торгах, принятых в июле 2023-го. Документ пока не опубликован. Валютный контроль все-таки может вернуться. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса. Моисеев уточнил, что в первую очередь обсуждают меры по ограничению рублевого оттока через дружественные страны. Напомню ранее, ограничить рублевые переводы за рубеж предлагал глава ВДБ Андрей Костин. На это ответила лично глава Центробанка Эльвира Набиульна. По ее мнению, прямой контроль за оттоком капитала эффективен только ограниченное время, а влиять на курс валюты следует экономическими, а не административными мерами. К этой минуте у меня все. Оставайтесь с РБК.